А вы знаете, что фильмы и компьютерные игры про зомби-апокалипсис нагло врут. И цепная пила – это очень-очень плохое оружие против зомби. Пилой нельзя наносить удары, потому что просто сломается или соскочит цепь. Если цель будет двигаться, то пилу заклинит. Но самое главное, что пила предназначена, чтобы пилить дерево. И если на пилу попадет что-то мягкое, например, одежда, волосы, шкура, то пилу заклинит. То есть кусок пакли заклинивает пилу, и она останавливается. Поэтому против зомби гораздо эффективнее не пила, а топор. И это подтверждается исторически из истории Средневековья. Боевых топоров много самых разных разновидностей, а боевых пил не существует. Всякие огромные зубчатые мечи – они из фэнтезийных миров, где действует магия. И они поражающий эффект имеют не режущий рубящий, а магический. К слову, магическое оружие, оно существует даже в нашем мире. Вот на видео подрались два священника, и один другого очень эффективно лупит обыкновенным крестом. Но если вы в самом деле собираетесь пережить зомби-апокалипсис, а не сжечь себя вместе с зомби, взорвав в какую-нибудь бензоколонку, то не надо пользоваться ни топорами, ни пилами, ни каким бы то ни было еще оружием. Потому что, как ни странно, но зомби по документам – люди. И реальность будет такова, что рядом с вашим домом валяется труп соседа, к вам приезжает полиция и заводит уголовное дело по статье «Убийство при превышении необходимой самообороны». Вам зададут вопросы, действительно ли была угроза вашей жизни, кусал ли вас зомби или просто тупо ходил вокруг. А самое главное, была ли у вас возможность убежать. И, скорее всего, вы отправитесь по решению суда далеко и надолго. И суд не примет обстоятельства то, что какой-то неадекватный политик или журналист всех призвал на то, чтобы убивать зомби. Если же после зомби-апокалипсиса цивилизация накроется скромным платочком и мир рухнет во времена Средневековья или во времена первообытного общества, то тогда к вам придут с претензией на кровную месть вооруженные ребята и предъявят претензию, что вы убили моего дедушку. И пофиг, что зомби, это был мой дедушка. Поэтому, если случится зомби-апокалипсис, надо прятаться и убегать. К слову, именно по этой же причине дети политиков сами не очень любят участвовать во всяких современных войнах. Потому что война кончится, президент сменится и вполне возможно, что кого считали патриотом, могут объявить военным преступником.